Копченый имперский стаут с перцем чили 2018 года Привет, это Евгений Смирнов Мы на канале Беру выходной А конкретно в камере эйджинга В магазине Беру выходной на проспекте Мира И это, наверное, первая коммерческая камера эйджинга пивная В России как минимум Это помещение, в котором постоянно поддерживается одна и та же температура Мы выбрали температуру 11 градусов как самую рекомендуемую для эйджинга А теперь про слово эйджинг Старение, в переводе с английского, пиво, не любое Как и многие другие продукты Иногда при определенных условиях С временем, с годами может стать не то чтобы лучше, интереснее Знаете, как там сыры, долгого созревания Вина не все тоже закладывают на долгое хранение С пивом ровно та же история Некоторые стили пива, далеко не все Могут меняться в интересную, благородную сторону с годами Вот для того, чтобы была возможность у людей купить, попробовать Такие вот выдержанные сорта пива Уже после производства выдержанные мы эту камеру эйджинга и построили Значит, все пиво, как видите, у нас практически все хранится в тубах Для того, чтобы исключить влияние света на пиво, они запечатаны Внутри находятся бутылки Ну, тубы все одного размера Бутылки бывают маленькие, большие Там от 0,3 до 0,7 литра Значит, каждая бутылка, кроме корковых пробок Залито специальным сургучом Для того, чтобы исключить возможный контакт с кислородом Вот, помещено в тубу и поставлено, соответственно, на полку Пиво хранится для долгой выдержки вертикально Не знаю, как там у вина, но пиво это абсолютно стандарт То есть класть его на бок не надо ни при каких условиях Потому что в пиве, в отличие от вина, в большинстве сортов пива есть углекислый газ Который при вертикальном хранении, будучи тяжелее воздуха, скапливается на поверхности пива над зеркалом И изолирует его от возможного кислорода, который полегче И поэтому внутри бутылки поднимается наверх Не каждому стилю пива идет старение, безусловно То есть сильно охмеленные сорта туда закладывать смысла никакого нету Интереснее не получится, а хуже может быть Но крепкие, плотные сорта пива без яркого охмеления Такие, как стили, как квадрюпели, как имперский стаут, имперские портеры, допельбоки Да, они могут развиться в очень интересную сторону Например, что у нас есть? Ну, в руках у меня просто, это мой личный, один из фаворитов Это квадрюпель, то есть крепкий эль в аббатском, бельгийском стиле С выдержкой в бочках из-под кальвадо, ой, вру Из-под арманьака, это гасконский коньяк Ну, тот же самый бренди, тоже выдержанный в дубе, но в провинции Гасконь Называется он Романьяк Очень богатое, ароматное, насыщенное пиво, сложное, требующее всяческого уважения Вот другой квадрюпель, но здесь уже другая бочковая выдержка В Херес Педрах и Менис Это, ну, не дешевая штука Вон, бутылка стоит 4000 рублей, но тираж этих бутылок всего 700 на весь мир То есть ровно одна бочка была выдержана этого пива вот в этом Хересе Еще одна разновидная стилистическая группа, которая красиво и интересно дозревает с годами Это кислые и дикие сорта пива Потому что и дикие дрожжи, и дрожжепродуцирующие кислотность Они очень медленные, друзья, они развиваются не быстро Что у нас есть, например Ну, например, довольно элитная штука Биер, вот это вот Это 4 ламбика из Бельгии разных возрастов То есть год, два, три, четыре Скупажированные на усмотрение купажисты, соответственно Ну, и в 2014 году эта вещь разлита То есть ей на данный момент уже 5 лет Она уже не такая, какой была после выхода с пивоварни В 2014 году они заняли второе место на Брюссель Берд Челлендж На фестивале Такой крутой ламбик Или, например, вот Хансен Саут Крик Это в основе тоже старый, ну, выдержанный ламбик Кислый, вонючий, все как мы любим Но сарбекси это местная кислая вишня брюссельского региона Которую собирают руками и прямо с косточками закладывают в это пиво То есть, ну, натуральнее некуда Все это очень сложные сорта Все они не... Носно, сколько их не понять Но попытаться все-таки стоит Итак, мы побывали в камере эйджинга магазина Беру выходной На проспекте мира И чтобы было немножко интереснее Вот смотрите, у меня в руках есть вот такой тубус Как вы понимаете, в этом тубусе есть бутылка На тубусе написано Пивоварня 3 фонтана Бельгийская Аут Гёст То есть, старый Гёст Пожированный 2017 года Титулованный, знаменитый производитель ламбика Кисло, вонючая Интересно, богато, сложно Давайте мы его, вот эту бутылочку, разыграем Среди тех, кто в комментарии под этим видео Напишет Хочу тубус И через неделю после публикации этого видео Мы случайным образом выберем победителя Естественно, покажем, как мы его выбирали Ну и подарим тубус Оставайтесь с нами Это был канал Первый выходной